День памяти и скорби в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в городе Исселькулье Омской области был отмечен сразу тремя знаменательными событиями – торжественным митингом, закладкой капсулы времени потомкам и освещением памятника воинам-пограничникам. С подробностями наши коллеги со студии «Фавор». В июне 41-го сибирский городок Исселькуль Омской области был всего лишь пристанционным поселением железнодорожной станции с населением не более 18 тысяч человек. Из них в годы войны сражаться за родину ушло почти 13 тысяч. 6,5 тысяч воинов не вернулись с фронтов, положив в свои жизни за мирное и свободное будущее нашей страны. В Великую Отечественную войну маленький глухой сибирский поселок Исселькуль дал стране 8 героев Советского Союза, 4 полных кавалеров Ордена Солдатской Славы. 6 из селькульцев приняли участие в параде победы. Но и те, кто остались в тылу, не менее героически стояли за свою родину. Из селькульской авиационной школы были подготовлены пилоты для 8 авиационных дивизий. Исселькульский эвакогоспиталь излечил от ран сотни бойцов и командиров. Железнодорожники сутками дежурили на станции, встречая, обслуживая и провожая военные составы, санитарные поезда, принимая к себе на поселение эвакуированных и беженцев. Своих героев-земляков в эти дни с особой гордостью и теплотой вспоминали и селькульцы за торжественным митингом памяти и скорби, посвященным 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня город Исселькуль оказался на границе двух государств – России и Казахстана, разместив на своей территории пограничные подразделения. В памятный для России день, 22 июня, епископ Исселькульский Русскополянский Феодосий совершил чин освящения памятника воину-пограничнику, установленного в Аллее Славы Исселькульского городского парка, как раз среди бюстов героев и селькульцев Великой Отечественной войны. Вот этот памятник, в том числе, это наша дань, это наш ответ тем пограничникам, которые полегли, но Родину не опозорили. Все, товарищ пограничники, у нас есть свой освященный памятник. В завершение памятного торжества исселькульцы заложили капсулу времени своим потомкам, в которой поместили детские рисунки, архиерейскую грамоту об освящении памятника и послание нынешних пограничников будущим защитникам России. Капсулу захоронили рядом с памятником воину-пограничнику, как символу надежности, неусыпной охраны и спокойствия россиян. Юлия Фарбштейн, Аркадий Яковлев и селькульская епархия студия «Фавор». Съемки предоставлены пресс-службой администрации и селькульского района.